добрый день дорогие друзья смотрите программу хороший день и сегодня с вами в эфире я марина ромахина и очаровательная брюнетка соведущая анастасия кислинская добрый день ну что у нас сегодня в гостях харизматичный молодой человек певец эдгар привет привет как свое настроение отлично у вас как ой спасибо у нас лучше всех двойного смотрю жить хочется еще так а что же было до того момента пока ты нас не встретил хотелось жить но не так хорошо что мы поднимаем тебе настроение хотя бы своим внешним видом что скажи мне пожалуйста ты же армянин но живешь в москве и родился ты не в армении а родился в городе куда городе курганинский до краснодарского края в армению летаем когда нужно а так да в армении как бы не живу первый раз когда ты посетил армению тебе удостоилась пересечься с самим президентом и ему понравилось твое творчество и он сказал ну да так получилось что в первый раз я посетил как бы родную армению была премия я победил в премии полетел на премию получил премию в общем и вечером отдыхали как праздновали это мероприятие и был один рождение у нашего дорогого друга в общем все вместе и после моего выступления президент пригласил себе познакомились пообщались вот так просто президент пригласил себе но у нас у нас в армении так таком можно только позавидовать скажи изменилась твоя жизнь как-то после того как сам президент одобрил тебя не нужно мне денег не просто вообще ты чаще стал выступать в армении или только в москве даешь концерт в армении был два раза часть конечно в москве чаще выступаю все время выступаю в москве бывают за границей концерты выступления на кипре в греции сейчас вот в германии будет тур ну и в россии покоряющий европу ну да ну знаете как у артиста как ну в основном куда приглашаю туда и летим там и выступаем как бы сами себя особо не приглашают значит все хорошо а кто сказал что плохо у нас программа называется хороший день мы говорим о хорошем когда ты переехал в москву скажи тебя кто-то вот в москве ждал были какие-то друзья ли тебе просто началось начинать вот свой творческий путь в новом городе сначала ну вообще смотрите с чего все началось по поводу от москвы я конечно же смотрел телевизор и как все нормальные люди артиста отслеживал что происходит и всегда хотелось переехать в москву но как взять просто так переехать тоже не получалось я приезжал несколько раз пытался за что-то захватиться зацепиться остаться но у меня не получалось то есть знаете как я приехал с деньгами деньги закончились все домой опять приехал что-то как-то туда-сюда деньги закончились опять домой и вообще что меня толкнуло на этот шаг чтобы окончательно переехать я смотрел всегда стаса михайлова григория лепса и постоянно видел их интервью и они в интервью говорили что вот мы переехали кушать не было денег не было по ресторанам пели и так далее да и я понял что на сегодняшний день они не поют в ресторанах и у них есть и кушать и деньги да то есть пробили свой путь я понял что если это хоть кто-то сделал почему я значит это возможно раз это возможно я просто так собрал вещи сразу после этой программы как я увидел и переехал массу конечно же были ситуации что реально и кушать не было то есть я слушал их и я сейчас вспоминаю такая же грубо говоря такая же картина на верну всех так надо это пройти то есть пришлось пережить неприятные грустные моменты на без них бы наверное да я не унывал никогда имеешь вот не унывал но один момент был когда вот уже все уже не знаю что делать уже руки улыбкой встречал хотелось уже как-то вернуться домой и как бы плюнуть на все но было в такое как бы стремление мужество собрался и что домой я не вернусь пока я ничего не добьюсь и как бы был ли человек который тебе помогал вообще карен аванисян заслуженный артист россии да это самый один из первых людей которые поддерживали меня в самого самого начала моего творческого пути то есть у меня не было ни клипов ни альбомов ни собственных песен вообще ничего я только этого хотел но он меня уже поддерживал то есть я приезжал допустим москву он приглашал приглашал в ресторан там что чем тебе помочь скажи там вот ты можешь использовать мое имя так как тебе нужно сказать то что вот родственные души конечно да и это очень важно я по сей день как бы это говорю потому что не имею права это забывать потому что заслуженный артист россии и какой-то певец кому хочет петь таких миллионы на сегодняшний день я живу в москве слава богу что вот все хорошо я не говорю что этом на на таком большом огромном уровне мне не важно для меня я уже достиг чего-то то что я живу нахожусь москве записываю альбом записываю дуэты снимаю клипы в общем попал в ротацию там радиостанции так далее вот ну неважно вот уже как бы пробил эту стену но конечно и помню людей которые помогали скажи пожалуйста ты занимался музыкой этом музыкальной школе или ты родился и понял я рожден чтобы нести песню в массы я не учился нигде с даром человек родился у меня нет грамматики у меня нет музыкального образования абсолютно я просто начал подбирать мелодии на слух все души от души как мог да потом у нас родственник лёва его зовут папа отвел к нему гает поучись там чуть-чуть у него я немножко у него поучился и как бы научился там аккорды там и так далее да но самые первые шаги вот именно это вот саму сел за пианино и начал играть так пианино как семье появилась старшей сестре до младшей сестре папа купил младшая система всегда хотел чтобы он как я представляю моя дочка с длинные волосы садится за пианино и красиво играет но она не даже не смотрела пришлось чтоб сын сел без красивых волос подбирать без длинных волос красивый судьба была чтобы в семье появился музыкальный инструмент да да вот это вот потолкнуло вот на все такое серьезное уже более ну раз мы вот сейчас уже то заговорили о пианино то предлагаю сейчас посмотреть на твой клип с ирин и круг давайте с удовольствием да потом обсудим его зонты восходят вновь за горами я обнимаю небо руками счастье встречаю и забываю все вокруг с тобой ты так внезапно сердце ворвался и навсегда просто остался точно не знаю но понимаю что теперь ты мой а ты меня любви 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 и больше ни о чем не говори ты стань моей мечтой всего одной такой знак обетной а ты меня с ума с ума свети и обо всех на свете украти украти зажги любовь и стань не вселенной украти все изменилось сердце запела и приключилось все что хотела сны и желания стали сбываться ты со мной сейчас я нарисую в небе два сердца и попрошу их звездой загореться ты мое чудо и ты мое счастье я скажу не раз а ты меня любви 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 и больше ни о чем не говори ты стань моей мечтой всего одной такой знак обетной а ты меня с ума с ума свети и ото всех на свете украти зажги любовь и стань не вселенной как правило А ты меня люби, люби, люби И больше ни о чём не говори Ты стань моей мечтой всего одной Такой сокровенной А ты меня с ума, с ума свети И обо всех на свете укради Зажги любовь и стань невселенной А ты меня люби, люби, люби А ты меня люби, вот такая вот замечательная песня Про любовь с Ириной Круг Как ваше знакомство произошло? Ой, получилось очень интересно Продюсер мой Тарон Пагасян Говорит мне, значит, в один прекрасный день Что я хочу, чтобы ты спел с Ириной Круг Я говорю, я тоже хочу Вы ещё тогда знакомы не были с ней? Нет, вообще не знакомы Заказали песню, написала песню наша замечательная подруга Зовут её Анна Говнер Она много песен моих пишет сейчас Вот для нового альбома Она написала песню вот эту А ты меня люби отправила, демо-версию Тарон отправил Ирине Она послушала, ей очень понравилось Затем она посмотрела на моё творчество Я ей понравился как певец, как артист Мы друг другу приглянулись Да, оказывается, вообще интересная история была Семь лет назад, когда я ещё не жил в Москве Я приезжал и записывал песни в студии И в один день я записал песню, выхожу, а там рядом репетиционная база Артисты там репетировали с живым составом И мой друг со мной был, он говорит, Ирина Круг здесь выступает А я же приехал с деревни, ещё никого не вижу Я говорю, сфотографируешь? Он сфотографирует Зашли, это можно с вами сфотографироваться? Это было мило Сфотографировались, а потом Ира, когда уже начала меня гуглить Проверять, кто что И она наткнулась на нашу фотографию совместно В общем, она вспомнила В общем, ей понравилась песня И мы решили записать Она приехала в студию Мы сразу, реально с первой встречи Очень сильно подружились Такое ощущение, как будто уже лет 20 друг друга знаем Она очень милый и добрый человек Помимо того, что она замечательная артистка Вот она ещё и хороший человек Это, наверное, важнее, чем быть хорошей артисткой В общем, подружились, записали И 14 февраля вы своим поклонникам презентовали Да, ну логично же, песня А ты меня люби 14 февраля, день всех влюблённых Замечательная, на мой взгляд, песня солнечная Будут ли ещё песни с Ириной Круг? А вот это мы давайте обсудим после небольшой паузы Не переключайтесь Перед рекламой интересовались у Итгара А будут ли ещё какие-то совместные работы с Ириной Круг? Ну я думаю, что не проблема записать ещё одну песню, ещё две песни Самое главное понимать, насколько это нужно слушателю Мы же для слушателя, для зрителя работаем Вот это, допустим, наша песня «Ты меня люби» Она очень серьёзно набирает обороты Чему я очень рад И по просмотрам в Ютубе И по ротациям на радиостанциях Да и так вообще машины проезжают Звучат, это уже показатель И посмотрим дальше, что стоит, не стоит Нужно, не нужно Я всегда с удовольствием, конечно Посмотрим А вот мы ещё знаем, что у вас состоялись дуэты с Дина Эмси С Домиником Джокером Что ещё ожидать вашим поклонникам? Какие ещё интересные дуэты звучат в скором будущем? С Дина Эмси песня, да, уже давно вышла Клип с Домиником Джокером Кстати, вот 19 мая в клубе «Рэд» состоится сольный концерт Доминика Джокера Приходите И телезрители тоже приглашаем вас И премьера нашей песни состоится именно на его концерте После концерта мы приступим к съёмкам клипа Снимем клип и уже клип увидят все телезрители На всех музыкальных телеканалах Так, ещё раз, это 19 мая Да, в клубе «Рэд» В клубе «Рэд» Всех ждём Мы там точно будем Мы уже решили, что это мероприятие мы не пропустим Да, сольный концерт большой У Доминика много концертов было Но это такой вот главный его концерт Большой сольный концерт И меня пригласили Я буду петь с Домиником Джокером нашу песню Которая называется А не скажу, как называется Это секрет пока Это будет что-то, поверьте мне Интрига Вот очень классная песня Скажи, а вот ты пел с Ириной Круг А вот душа к шансону просит шансон исполнять? Ну вот уже да Уже да Я никогда не думал, что я, который исполнял восточные песни Хоть и на русском языке, но получится Не то чтобы получится, а то, что вообще у меня получится в жизни такой проект Что мне нужно будет петь по-другому немножко Но я спел от души И особо не старался петь не восточно Просто я спел так, как нужно спеть в этой песне Потому что эта песня не восточная Мне очень нравится это направление И кстати, вот новый альбом Который мы сейчас записываем Он выйдет в сентябре этого года Будет отличаться от предыдущего альбома Потому что здесь будут такие более серьезные песни Такие вот, а ты меня люби Это же не восточная песня Совершенно не восточная Совершенно не восточная Поэтому я просто буду чередовать Потому что это хорошо идет и хорошо работает Натгар, скажи, у тебя такие потрясающие дуэты С известными исполнителями Ты гастролируешь Ты бываешь в очень интересных городах Тебе же, наверное, кто-то помогает В Москве на каждом радио, мне кажется, можно тебя услышать Кто тебе помогает? Есть ли у тебя продюсер? Да, конечно Я уже сказал, что мой продюсер Тарон Погасян Мы работаем совсем недавно Знакомые уже года два А работаем уже где-то год Чему я очень рад Потому что это настоящий Для меня важно Не то, чтобы, к примеру, такой продюсер Ременит или что-то еще Для меня важно в первую очередь Первый показатель – человеческие качества Если у нас совпадают симпатии Взгляды на жизнь Взгляды на как эта песня будет Как этот клип будет Это очень важно Можно сказать, что вы с продюсером смотрите в одну сторону Да, конечно Мы с ним смотрим в одну сторону И работаем рука об руку Идем по этому творческому пути Неужели не было таких моментов Твой продюсер тебе говорит Нет, нужно сделать вот так-то и так-то А ты говоришь А я не буду, я не хочу Вот, кстати, с Ириной Круг Песню, когда он меня отправил Я сказал, что я не буду ее петь Он говорит, как не будешь петь? Это хит Я говорю, но она мне не нравится Он говорит, а ну послушай еще несколько раз и перезвони Я послушал еще два-три раза И она мне понравилась Как будто он знал Я звоню, говорю, слушай, мне понравилось Он говорит, вот слушай своего продюсера Я сейчас уже точно понимаю, что нужно слушать и прислушиваться Потому что он же не желает плохого, правильно? Он создает это Но важно еще то, чтобы мне понравилось Потому что я ее буду исполнять И я рад, что мне все-таки понравилось И я исполнил ее от души так, как мог Вот как я смог от души передать Я передал Не больше, не меньше Вот ровно столько по своей возможности И вот сейчас новая песня будет еще Так же Торон отправил и говорит, послушай песню Я послушал тоже С первого раза я не уловил, понимаете? Вот бывает сразу цепляет песня Бывает нужно послушать несколько раз Ну это вот стиля, вот скажем так, шансоновского Но вообще это не шансон вообще Вообще не шансон Вообще это знаете что? Это просто эстрада Просто многие, которые люди, допустим, ну не певцы, не музыканты Они называют это шансоном Это не шансон, это просто российская эстрада Раньше это была эстрада, сейчас все поменялось Теперь называют это шансон А это на самом деле это российская эстрада Сейчас мы работаем над новым альбомом Который будет направлен на российскую эстраду То есть не где-то там, чтобы регионы слушали А чтобы охват был большой Вот видите, допустим, вот просто пример привожу И телезрителям, я надеюсь, будет интересно Я пел разные другие песни Ну в вашей, даже вот в вашей студии я же еще не был Первый раз Первый раз, а почему? Потому что появились такие песни, потому что эти песни ратируют Ну в общем, интересно В общем, получается, что сейчас Эдгар у нас будет выходить в массы В массы, да, точно А вот раз мы затронули тему русской эстрады Вот скажи, для молодых исполнителей Что нужно сделать, чтобы все-таки попасть на эту русскую эстраду? Им нужно отправлять свои песни на радио Или искать себе продюсера? Что делать? Нужно делать все Вот я говорю по своему собственному опыту Не просто я услышал, наслушался Я смотрю очень много интервью артистов Но артистов тех, которые для меня значимы Допустим, я уважаю Стаса Михайлова Я еще раз говорю, Григория Лепса Я знаком с Григорием Викторовичем Со Стасом его директор Сергей Кононов Очень замечательный человек Это тот человек, которому я могу позвонить В любое время проконсультироваться, посоветоваться Вот буквально вчера я с ним разговаривал Это надо не то, чтобы думать Если у них получилось, то у тебя точно получится Ты можешь точно попробовать Но не факт, что получится или не получится Молодым артистам, начинающим Я говорю и советую, и желаю хорошего Чтобы не останавливались на достигнутом Отправили песню Еще отправляй, записывай Добиваться, добиваться Пой, стучись во все двери Просто еще надо понимать одну вещь Если тебе суждено Если Бог даст тебе это, то даст Если не даст, то сделай все, что хочешь Это еще нужно понять Дает ли тебе Бог такие возможности Ну, знаете, я считаю, что Бог, если дал здоровье Слава Богу, ходишь, руки работают, голос работает Он уже что-то дал А дальше надо развивать Ну, предлагаю Сейчас вот так вот я возьму и перебью Переключиться на небольшую музыкальную паузу Так мне хочется уже на тебя посмотреть, как ты поешь Давайте посмотрим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 В небо улетай, забери свой рай, только сердцем не играй. Вместе ты и я, шепчет мне судьба моя, эту ночь любви мне дай. В небо улетай, в небо улетай. В небо улетай, в небо улетай. В небо улетай, забери свой рай, только сердцем не играй. Вместе ты и я, шепчет мне судьба моя, эту ночь любви мне дай. В небо улетай, забери свой рай, только сердцем не играй. Вместе ты и я, шепчет мне судьба моя, эту ночь любви мне дай. В небо улетай. Какую удивительную историю мы наблюдали сейчас в этом клипе Парочка аферистов обманывает молодых людей Не совсем молодых, богатых Богатых, хорошо, скажем так Уносят все денежки Ну правильно Парочка Робин Гудов Ну это же клип Это же не в жизни В жизни не было каких-то ситуаций, что на пути встретиться Отвечалась красивая блондинка и как-то пыталась обмануть Почему им взяли блондинка? Или я с красивой блондинкой пытался кого-то обмануть Сейчас я вам сказал на вашем канале Все свои грешки Нет, конечно же не было Я артист и только артист Музы, наверное, все-таки есть Все-таки песни о любви пишутся и такие душевные Ну естественно Все девушки Естественно Есть И загадочный голос Подождите, что я сказал, что у меня есть девушка? Нет, муза Да, муза Там и сердце-то есть у такого красавца? Так, так, так Так, так, так Нет, сердце свободно Сердце свободно Девчонки Абсолютно Какую правду вы сейчас узнали? Какую новость? Нет, я приглядываюсь, конечно же Но это не означает, что там уже занято Иргар, наша программа подходит к концу Спасибо тебе большое, что ты сегодня к нам пришел В нашу студию Порадовал нас Рассказал о себе Мы безумно рады были с тобой побеседовать Приходи к нам еще в гости И мы желаем тебе творческих успехов Спасибо большое Мне тоже было очень приятно Очень позитивно Вот мне очень на самом деле понравилось Я тронут И приглашайте, мы к вам еще вернемся Мы прощаемся с нашими зрителями Пока-пока Пока